Приветики, с вами Ольга и я вам желаю здоровья и счастья, радости, любви. И сегодня вот у меня такой мальчик стоит, но он картонный, к сожалению. Мы сегодня находимся в Берлен и покупаем окно в ванную комнату, потому что, как я уже говорила, я купила квартиру в Горейджо, и я очень рада и счастлива. А сегодня мы решили купить окошко в ванную комнату, потому что в ванную комнату мы уже отремонтировали, и она у нас такая миленькая и хорошенькая. Осталось только поменять окошко. И здесь мы уже гости частые, потому что нам еще кое-что нужно для того, чтобы наша квартира сияла и радовала, хоть она и так уже нас радует. И я очень-очень довольна. Сегодня очень-очень сильный ветер на улице. Я вам потом покажу, когда мы ехали, шишки падали, потому что здесь очень много, очень много кедровых деревьев. И так же по дороге, по которой мы сюда проезжали, тоже кедровая аллея довольно-таки большая. И сегодня очень сильный ветер, и шишки падают прямо на машину. Ой, страшно так. Значит, короче, покажем потом, как мы это будем. Наше окошко будем устанавливать. Устанавливать будет наш Винчанцам. Ну, здесь, как во всех магазинах, полно всякой такой вот интересной штуки продают, краны, троливали, чтобы мы это все сами ремонтировали. А вот и наши всякие окна. И всякие разные, даже двери есть такие, которые не пробьешь. А те, которые пробьешь, там еще решеточка есть. Но дверь мы уже установили. Нам нужно только окно в ванную. Мы уже выбрали, и вот оно у нас такое миленькое стоит, нас ждет. Вот такое окошко, которое и так, и так открывается. Короче, Винчанце пошел за такой вот большой тележкой, на которую ее можно положить. И сегодня мы уже начнем работы в доме, ну, в ванной. Вот наша хорошая кошка, на замечательной тележке Винченцо. Итальяна, с маской итальянской. И мальчик нам достает еще и всякие ручечки. Очень интересные мальчики тоже работают и все помогают нам. Вот там дала ручечки хорошие. Сегодня будем уже потихонечку ставить наша красивая кошка пластиковая. Видите, Саньта, здесь, по-моему, всяких барбекю. А мы уже купили, и нам все равно. Но я их очень даже люблю, и мне не нравится. Вот есть такая даже малюсенькая-малюсенькая. Но эта малюсенькая, 89 евро стоит. А вот типы такие, как у нас, всякие разные. О, красавки какие. Обожаю с этими крышечками. 69 евро, такая большая штука. Барбекю, барбекю. И вот уже мы на кассе. Окошко наше купили. Какое счастье сегодня устанавливать начнем. А здесь у нас всякие печки. Печь пироги. И самое главное, пипсы. Но это проводят частные дома. У нас частного дома нет. Ну, поэтому обойдемся без этих. Вот такая вот у нас ванная комната сейчас. Мы ее отремонтировали. Такая вот она миленькая. Зеркало здесь у нас с подсветочкой. И душевая кабина хорошая. Все у нас чики-брики. А сейчас нам осталось заменить вот это окошко. Потому что оно такое старенькое. Здесь вот такая мраморная штучка. Мы ее оставим. А окошко мы заменим. Сейчас придет наш муратурый, как они говорят, строитель. И будет это дело все менять. Семейный мастер. Короче. Поехали. 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 А сейчас Винченце уже заканчивает. Он делает такой вот красивый подоконник. А потом, конечно, еще мы будем и плиточку укладывать. Все остальное. Но самое главное, что уже окошко у нас есть. И это здорово. Окно у нас есть, но оно получается такое прозрачное. И чтобы было не видно его с балкона. Но с балкона просто у нас никто и не ходит там. Но если вдруг кто захочет машиночку включить. Я решила это окошко затянуть пленочкой. Чтобы было и вроде бы как шторочка. И чтобы не сильно видно, кто там в душе моется. Хоть мы друг друга и не стесняемся. Но мало ли будут гости какие-то приходить. И будет в душе мыться. И вот это улыбочка всем. Наш дорогой Винченц делает наш такой вот хороший. Такой угонник. Сегодня уже он готовый. Я уже поубирала здесь везде. И уже красиво и чисто и здорово. Осталось положить тоже плитку с внутренней стороны ванны. Ту, которую он отодрал. Ну и немножечко побелить со стороны балкона. И получится у нас супер-пупер. Вообще здорово, когда каждый раз что-то новенькое получается. Что-то чистенькое. И что-то красивое. Мне это очень нравится. Ну, конечно, когда он раздолбил все окно, получилось много-много всяких разных камней. Но ничего страшного. Все это поубирали уже. И сегодня у меня уже чистота и красота. И сейчас я вам покажу, какое у меня получилось окошко уже с пленочкой. Но еще побелим потом. Сейчас уже Венченцин долепливает свой подоконник. Еще немножечко ему там осталось. Под затирочкой. Чтобы было все чики-брики. Чики-брики. Потому что он делает все основательно. Как вы его там учили. Он вымеряет. Поэтому по уровню. Чтобы никак и без зазорина. Без всего было. И все у него получается хорошо. Молодец. Вот. Вымерил. Все нормально. Уровень соответствует. Данному подоконнику. Специально такой вот выбрал цвет. Интересный. Молодец. А сейчас я вам покажу, как у меня окошко получилось с пленочкой. Смотрите, какая красота. Ля-ля-ля. И я уже поставила туда всякие разные чистящие средства. Смотрите, как будто шторочка висит. И минуту делу. Но потом мы еще побелим.